В эфире информационная программа День города. Здравствуйте в студии Алена Куколева. Вот некоторые темы выпуска. В областной думе говорили о правах граждан, детей, предпринимателей и новых мерах поддержки для бизнеса. Служить отправится 1300 призывников из Рязанской области. В областной думе рассмотрели отчеты контрольно-счетной палаты Рязанской области и региональных уполномоченных по правам человека, правам ребенка и правам предпринимателей. Ежегодные отчеты этими структурами на обсуждение депутатов представляются в соответствии с законодательством. По формату депутаты заслушивают доклады, задают интересующие их вопросы. Подробности у Анны Герцовской. В 2015 году контрольно-счетной палаты Рязанской области было проведено 111 контрольных мероприятий и два экспертно-аналитических мероприятия. Общий объем средств, подлежащих проверке и оценки, превысил 4,2 миллиарда рублей, сообщил депутатом председатель контрольно-счетной палаты Валерий Ионов. Наибольшая доля 84% проведенных мероприятий приходится на проверке годовых отчетов об исполнении местных бюджетов. На долю проверок использования средств бюджета и госимущества приходится 12%. По 2% приходится на внешние проверки годовых отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета территориального ФОМС и экспертно-аналитические мероприятия. Практика показывает, что введенный с 2014 года порядок контроля реализации представлений положительно отражается на исполнении представлений, реализации предложений и рекомендации палаты. На сегодня устранено финансовых нарушений на сумму 12,8 миллиона рублей, 85,2% к предъявленным. В 2014 году этот показатель составлял 72,8%. Ежегодный отчет представил и правозащитник Александр Гришко. Он отметил, что наибольшее количество обращений граждан приходится на вопросы в сфере ЖКХ, медицины, пенсионного, социального обслуживания, а также лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Причем скачок в количестве обращений достаточно резкий. Поступило в 2015 году около полутора тысяч обращений, заявлений, просьб граждан. Это примерно на 13% больше, чем в 2014 году. Я рассчитываю это как положительный фактор, свидетельствующий об укреплении Института Уполномоченных по правам человека в нашем регионе. Также на заседании прозвучал доклад Уполномоченного по правам ребенка. Екатерина Мухина подчеркнула системность в работе правительства области по улучшению качества жизни семей с детьми. В регионе, по ее мнению, созданы все условия для получения несовершеннолетними эффективной медицинской помощи, образования и отдыха. Основное количество обращений, поступивших в этом году к Уполномоченному по правам ребенка, касалось конфликтов в школе, невыплаты алиментов, жилищных вопросов, установления опеки, лишения родительских прав. Последних по представленной в отчете статистике стало меньше. Вот у вас отмечено, что на 30 процентов сократилось количество детей, чьи родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах. Именно в 2015 году. Я посмотрел ваши предыдущие отчеты. Там такое сокращение было от года к году, ну, на незначительный процент. Вот чем бы вы объяснили такое скачкообразное уменьшение. Цель только одна, потому что ребенку нигде не будет лучше, чем с родной мамой и с родным папой, с родными родителями. Поэтому это результат работы всей системы органов профилактики. Уполномоченный по защите прав предпринимателя Рязанской области Егор Бурцев также предоставил отчет на рассмотрение депутатов. Отметив, что на своем посту работает меньше года. За это время удалось не только проанализировать ситуации, выявить круг основных проблем, но и по отдельным направлениям добиться результатов. При губернаторе был создан штаб по улучшению состояния инвестиционного предпринимательского климата в Рязанской области. Подписано соглашение с агентством стратегических инициатив и на базе корпорации развития Рязанской области появился проектный офис, внедряется проектное управление в госсекторе. Принято решение о снижении ставок при определении налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости. Расширен перечень видов деятельности при патентной системе налогообложения. По окончании обсуждения депутаты приняли доклад председателя контрольно-счетной палаты у полномоченных по правам человека, правам ребенка и правам предпринимателей в Рязанской области к сведению. А после заседания состоялся правительственный час на тему состояния агропромышленного комплекса региона и подготовки к весеннеполевым работам. На вопросы парламентариев ответил министр сельского хозяйства и продовольствия области Борис Шемякин. Одним из первых вопросов, поставленных в рамках правительственного часа, стало обсуждение состояния сельского хозяйства в регионе в целом. В своем докладе министр сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин сообщил, что отрасль успешно развивается. К примеру, в 2015 году были зафиксированы несколько рекордов. Рекордный миллион 750 тысяч тонн зерна. Также был рекордный год по производству молока. 316,9 тысяч тонн. Это рост 3,1%. Мы составили программу на будущий год и ставим перед собой задачи еще выше. Это, в принципе, перед нами ставят такие задачи правительства Российской Федерации. На это выделяется и финансовая поддержка. Однако депутаты сосредоточили свое внимание на проблемах отрасли. В их числе и диспаритет цен на продукцию сельхозпредприятий области и ресурсы, которые отрасль потребляет. Я не зря здесь задавал вопрос в том, какую же сумму изымается сельское хозяйство в целом в связи с ростом цен на минеральные удобрения, средства защиты, электроэнергию и так дальше. Если говорить о нашем хозяйстве, то эта разница в минусе где-то 17 миллионов рублей. Это немалая сумма. Еще одна проблема, без решения которой сложно говорить об импортозамещении – семеноводство. Доля импортных семян высока. Как уточнил глава регионального минсельхоза, по основным культурам импорт составляет около 80%, а, к примеру, по свекле все семена завозят из-за границы. Так что семеноводство входит в число ключевых направлений, которому требуется государственная поддержка. Что касается субсидирования основных отраслей аграрного сектора, то деньги в регион приходят полностью и даже с некоторым опережением в сравнении с прошлым годом. Так, средства, необходимые хозяйством для весенних полевых работ уже поступили. Мы уже в полях. Весенние полевые работы начаты. Буквально вчера было уже подкормлено 6 тысяч гектар азимых, 50 тысяч гектар многолетних трав. И, естественно, с погодными условиями каждый день этот темп будет наращиваться. Я думаю, к севу мы приступим в средние годовые наши сроки, где-то в середине апреля. На данный момент агрария региона к весенней кампании полностью готовы. Уровень готовности выше, чем в прошлом году. Уже приобретено на треть больше минеральных удобрений, чем в 2015 году. Более подготовлена сельхозтехника, к тому же уже создан запас необходимого топлива. 1 апреля стартует весенний призыв в армию. Служить отправятся около 1300 призывников из Рязанской области. В областном военкомате отметили, что с каждым годом все больше младых людей призывного возраста стремятся не просто пройти службу, а построить в армии карьеру. Подробнее Марина Комиссарова. Призывникам, как и прежде, будут выдавать памятки с разъяснением общих прав, обязанностей и ответственности военнослужащих, с номерами телефонов доверия военных прокуратур и гарнизонов. Нововведением в этом году стали банковские карты денежного содержания и электронная форма военного билета. На сборном пункте, кроме прочего, с призывниками побеседуют об истории России, вооруженных силах и их боевых традициях, о льготах для граждан, проходящих военную службу. Лучших результатов в организации проведения мероприятий связано с призывом граждан на военную службу. В октябре-декабре 2015 года добились муниципальные образования, такие как Александр Невский район, Кораблинский, Рыбновский, Рязанский. Выражаю благодарность главам районов, председателям призывных комиссий, начальникам отделов и отделений, должностным лицам временного штата сборного пункта области за четкую организацию взаимодействия, высокий профессионализм в организации проведения осенней призывной кампании 2016 года. Несмотря на явные преимущества военной службы, все еще остается некоторый процент мужчин, которые всеми способами уклоняются от призыва. Для них существуют определенные санкции. Также большое влияние оказывают на качество проведения призыва низкая практика реагирования правоохранительных органов на факты уклонения граждан в исполнение воинской обязанности. Эти проблемы приводят к тому, что сотрудниками отдела военного комиссариата, работниками администрации муниципальных образований, членами призывной комиссии тратится огромное количество времени на выполнение мероприятий, не связанных непосредственно с призывом граждан на военную службу. Положительной тенденцией, по словам военного комиссара области, стало здоровье призывников. Годными к военной службе признали почти 73% призывников, что на 10% выше, чем в 2010 году. Рязанские сотрудники госавтоинспекции провели очередной рейд. С помощью автомобиля скрытого патрулирования удалось выявить нарушители правил дорожного движения, а также своевременно привлечь их к административной ответственности. Наблюдение проводилось на перекрестке Первомайского проспекта и улице Дзержинского, а также на перекрестке улиц Высоковольтной и Дзержинского. Данный перекрест наиболее аварийный, то есть на данном перекрестке часто совершаются дорожно-транспортные происшествия. Он своеобразен, так как имеет более трех полос в каждом направлении движения. Отмечается, что наиболее частыми нарушениями на данных участках дорог является невыполнение требований знака движения по полосам и несвоевременное перестроение. За данные нарушения ПДД предусмотрены санкции в качестве штрафа в размере 500 рублей. Люди, приближаясь, в первую очередь автомобилисты, даже и пешеходы, приближаясь к таким перекресткам, будут своевременно реагировать, то есть заранее осуществлять свое перестроение. Тем самым мы снизим количество дорожно-транспортных происшествий на данных перекрестках. Всего за время проведения рейда было выявлено 15 правонарушений. Скрытые патрулирования ведутся сотрудниками ГИБДД с осени 2015 года. За этот период выяснилось, что наиболее частыми нарушителями являются водители маршрутных такси. Подходит к концу первый месяц весны, и несмотря на частые перемены погоды, в среднем он оказался гораздо теплее обычного и пополнил копилку теплых мартов. Да и вообще, как говорят синоптики, за последние сто лет этот месяц заметно потеплел. В текущем столетии лишь дважды первый месяц весны пугал морозами. В 2005 году средний за месяц температура воздуха отстала от нормы почти на 4 градуса, а в 2013 году на 4,5. В остальные годы он либо радовал теплом, как в этом году, либо был в пределах климатической нормы. В общем, формально весна уже давно наступила, но для большинства из нас ее приход знаменуется не столько датой в календаре, насколько первыми распустившимися цветами, зеленой листвой на деревьях и пающими птицами. Ну и, конечно, в воздухе начинает витать несравненный запах весны, который будоражит эмоции и поднимает настроение. Кстати, ученые взяли и разложили все по полочкам, объяснив, что самый первый запах весны – это запах бактерий стрептомицетов, начинающих активно размножаться с наступлением тепла. Они живут в верхнем слое почвы, и запах одного из выделяемых имя летучих соединений – это всем знакомый землистый весенний запах почвы. Ну а потом прилетают птицы. Одним из первых в Россию возвращаются скворцы, чье пение можно услышать уже в марте. В начале апреля прилетают жаворонки, чижи и, наконец, зяблики – крупные птицы с красным горлом. Пение зябликов можно считать признаком полноценного наступления весны в природе. Ну и, конечно, все зеленеет и распускается. В общем, пожалуй, самое чудесное время года настало, и с каждым днем весна будет все краше и краше. Солнце уже довольно часто посещает наш регион, а температура воздуха продолжает расти. К выходным ждем первые весенние дожди. Должна же природа сама себя умыть. Одним словом, весна идет, весне дорогу. Романтические комедии и снова романтические комедии. В основном последние годы от российского кинопроизводства ждут именно их. Фильм под названием «Маршрут построен», который сегодня выходит в прокат, снят в несвойственном нашему кинопрому и редком жанре. Зрители предлагают посмотреть фильм ужасов. На предпремьерном показе в кинотеатре «Люксор» побывала наша съемочная группа. Сегодня мы находимся в кинотеатре «Люксор», где состоится предпремьерный показ фильма «Ужасов. Маршрут построен». Посмотрим его мы вместе с одним из главных актеров – Сергеем Сафроновым. Всем приятного просмотра. Создатели отечественных фильмов ужасов заявили о себе еще пиковой дамой и с тех пор продолжают развиваться. На этот раз на суд зрителей предстала картина, которую авторы задумали не только как ужасы, но как хорошо проработанный триллер. О непростых отношениях, которые есть в любой паре. К чему они могут привести, если под боком у героев обитает мстительный дух, можно увидеть в кинозале. Так давно выходил фильм «Пиковая дама и черный обряд», который также снимала наша команда вместе с режиссером Светославом Подгоевским. Это был наш первый опыт. Это был на самом деле самый кассовый российский фильм ужасов уже на выходе. И, собственно, после этого мы не остановились и продолжили практику нового некого довольно экспериментального для себя жанра, который довольно интересно и снимать, и производить. И, как показывает зритель, есть своя аудитория, которая даже русским контентом интересуется на уровне зарубежного. На хорошем уровне все жанровые аттракционы. В некоторые моменты зал вскрикивал почти хором. Именно на этом и акцентировал внимание Сергей Сафронов, один из актеров фильма, который приехал в Люксор, чтобы встретиться со своими зрителями. «Нельзя к этому фильму относиться как к серьезной картине, за которую нужно получать награды. Это аттракцион. Это аттракцион в своем жанре. Знаете, когда вы приходите в парк аттракционов, есть карусели, есть комната кривых зеркал, а есть комната ужасов. И вы туда идете для того, чтобы побояться. Вот это тот же аттракцион, когда вы приходите в зал, и вы оказываетесь вместе. Здесь еще такая атмосфера в этом фильме автомобиля. То есть вы оказываетесь вместе с главными героями в салоне автомобиля, и с вами еще там ездит призрак». После беседы с нами известный иллюзионист раздал автографы всем желающим и не упустил возможности продемонстрировать свои умения. «Вы знаете, кто такие филипинские хиллеры? Нет? Филипинские хиллеры – это врачи, которые могут делать операцию без хирургических инструментов. Я познал их тайну. Смотрите внимательно на мой живот. Надеюсь, у меня получится. Смотрите. Фильму удалось выполнить основную задачу ужастика – удержать в напряжении зрителя практически с самого начала, постоянно нагнетая атмосферу и демонстрируя спецэффекты хорошего уровня. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей «Прогноз погоды». Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин